Не буду долго вдаваться в историю, только хотела напомнить, как все это начиналось, гипофракционирование в основном, или в целом, о чем мы будем говорить, за радиобиологическое обоснование, не то, что гипофракционирование, но и в целом лучотерапии, она, безусловно, пришла позже, чем начала сама лучотерапия, поэтому я вставила просто такое выражение знаменитого Кутарда, который еще в 1937 году писал, что не зная на самом деле, что мы лечим и как мы лечим, мы добиваемся результатов с помощью лучотерапии, таких результатов, которых, значит, хирургическое лечение не может предложить. Ну вот, в целом мы все знаем, что открытие рентгеновской лучи это было еще два века назад, но очень быстро, поскольку этот метод нашел свое применение и доказал свою эффективность в лечении тех опухолей, которые традиционным методом и не лечились, естественно, пошли научные исследования, пошли публикации, и вот видите, в 1896 году уже были изданы более тысячи оригинальных статьй, и еще в начале 20 века, в 20-х годах показали и пошли исследования по поводу биологического действия лучотерапии, то есть все-таки люди начали интересоваться, а мы лечим, лечим, метод эффективный и на чем же он обоснован, да, и все это очевидность, очевидность вытекала основанно на применении, применение на практике, вот, и вот в начале уже 30-х годов привлекло внимание то, что чем больше опухоли, лучше можно было облучить маленькими фракциями, и чем меньше было опухоли, можно было облучить большими фракциями, добивая тех же иных эффектов. Значит, на чем стоит основа вообще действия лучотерапии? Мы все знаем, что такое физика и каким образом лучевотерапия, то есть тот луч, который мы даем на организм, действует на уровне ткани и на уровне опухолевой ткани, да, я вам об этом визуально не буду рассказывать, то есть он состоит из трех фаз, да, это фаза ионизации, то есть это физическая фаза, дальше химическая фаза и дальше биологическая фаза. То, что начинается с физической фазой, заканчивается биологической фазой, выражая в повреждении именно самой ДНК, то, что в дальнейшем предотвращает развитие, репопуляцию опухолевых клеток и приводит к тому или иному эффекту. На этом и было основано создание линейно-квадратной модели, которая сейчас как бы является одним из постулатов биологического обоснования вообще самой лучевотерапии, и мы все сейчас уже хорошо знаем, что это такое, да, это модель альфа-бета, в котором альфа это непосредственная гибель опухолевых клеток, а бета это как бы отстроченная гибель опухолевых клеток, то есть соотношение альфа-бета, это соотношение градиента необратимой гибели опухолевых клеток, необратимого повреждения ДНК, к обратимому повреждению ДНК. Вот, в чем это выражается, и в чем мы это можем применить, чтобы как бы сыграть на планирование, фракционирование лучевотерапии? Это стоит, это лежит на основании создания или калкулирования терапевического индекса и так называемого терапевического окна. Так сказать, применяя лучевотерапию, чему мы добываемся? Мы добиваемся держать контроль над опухолью, да, то есть мы хотим контролировать опухоль, чтобы она дальше не развивалась, чтобы мы остановили его рост и чтобы мы его редуцировали. И в этом же самом моменте нам интересно получить минимальную токсичность на окружающие органы и ткани. Как раз вот здесь у нас есть терапевтический индекс, то есть соотношение максимального контроля над опухолью к минимальным токсичным проявлениям лучевой терапии. И на этом слайде вы можете увидеть, чем больше терапевтическое окно, тем как раз лучше у нас результат. То есть мы добиваемся лучшего контроля над опухолью и в то же самое время получая меньше токсические эффекты, то есть менее серьезное повреждение здоровых тканей. Вот, конечно, как бы математически можем посчитать, что увеличивая дозу за фракцию, мы можем увеличить ранг повреждения опухоли, да. Но ведь на самом деле это абсолютно стопроцентно не относится ко всему, потому что ткани разные, опухоли ткани тоже разные, и реакция на различные ткани на ту или иную дозу будет различной. Есть пролиферативные ткани, которые рано будут реагировать, а есть другие ткани, которые будут поздно реагировать. То есть мы можем иметь ранные токсические эффекты или поздные токсические эффекты. Это обязательно нужно иметь в виду, чтобы потом не получить совершенно неожиданные результаты. Так, вот, значит, на базе линейно-квадратной модели альфа-бета, не показывает, но там альфа-бета в квадратике, вот, значит, с помощью многочисленных тестов и многочисленных исследований, полученные достоверные результаты. Относительно достоверные, потому что это всё проводится на моделях животных, да, в основном на мышах, на живых людей никто так эксперимента не ставил, и это практически невозможно, да. И что, значит, уже доказано, что нормальные клетки, нормальные ткани имеют низкую альфабету, и опухолевые клетки ткани имеют высокую альфабету. То есть считается, что опухолевые ткани имеют альфабету 10, а нормальные ткани могут иметь альфабету до 4-5. То есть в чём это, на практике в чём это будет выражаться? Чем меньше альфабета в тканях, тем больше дозу он может выдержать без ожидания серьёзного проявления токсических эффектов? Так, вот, значит, здесь просто вы что прочитали? Меньшее, низкое альфабета, менее 4, да, позволяет применять гипофракционирование. Допустим, мы знаем, что альфабета простаты – это 1,25, 1,3, то, что как раз нам позволяет применять гипофракционирование для лечения ракопростаты, доводя аж до 80-90 грей, без получения серьёзной токсичности. И точно так же молочная железа со своей альфабетой менее 4 может позволить, увеличивая дозу за фракцию, провести адекватную лучшую терапию, то есть гипофракционировать без увеличения токсичности или ожидаемых поздно-токсических эффектов. Это доказано различными исследованиями, которые проводились, начиная с 1985 года. В общем, конечно, здесь цифры расходятся в зависимости от средств, которые применяли, но в целом можете посмотреть, что на самом деле сама опухоль молочной железы, она больше 4, но здоровая ткань молочной железы, она меньше 4. Не следует забывать, что невозможно взять и вслепую применять те или иные методы без разбора очевидности или характеристики каждой ткани или характеристики той или иной дозы в соотношении во времени то, что мы делаем. Вот посмотрите, как это может быть, выражаться качественные эффекты гипофракционирования в зависимости от времени лечения и в зависимости от дозы за фракцию. Допустим, берем тот случай, когда мы уменьшаем общее время лечения. Что в этом будет происходить? К тому же, если мы говорим о радиобиологии опухоли, следует иметь в виду, что, если вы знаете, существует сейчас 5Р, это называется реоксигенация опухоли, репопуляция опухоли, образование новых клонов опухоли во время лучевой терапии и также, которые будут потом, значит, после окончания лучевой терапии выражаться в тех или иных моментах токсичных эффектов. Когда мы уменьшаем общее время лучевой терапии, что происходит? При этом, конечно, уменьшается репопуляция опухоли, то, что в этом случае является положительным для нас, но зато увеличивается время реоксигенации, что в этом случае может быть негативным, и также увеличиваются острые эффекты, токсичные эффекты лучевой терапии, тоже может быть нежелательным. Когда увеличивается общее время лечения, что происходит? Также увеличивается время репопуляции опухоли в тканях, увеличится время реоксигенации, что в этом случае может быть положительным, и уменьшаются токсичные эффекты, что в этом случае может быть тоже положительным. Когда уменьшается доза за фракцию, что происходит? Увеличивается зато число фракции, уменьшаются поздные эффекты нормальных тканей, и уменьшается цикл обновления клеток, то, что может это тоже провоцировать резистенцию опухолей к облучению, то есть образованию клоногенных опухолевых клеток, которые при последующих фракциях лучевой терапии уже будут резистентны, и на них не будет действовать та же самая доза, то, что мы привинили до этого. И когда увеличивается доза за фракцию, что происходит? Конечно, уменьшается число фракций в общем, увеличивается, могут увеличиться поздные эффекты реакции тканей, и также увеличивается резистентность клоногенных опухолей в клетках, что тоже может быть в этом случае не совсем желательным эффектом. То есть в наше время, в принципе, не нужно, естественно, сейчас проводить никакие новые исследования, которые уже установлены, и любой человек, который пользуется смартфоном, может закачать на свой телефон модель, линейный квадратный модель, которая у меня тоже есть в телефоне, я каждый день при работе им пользуюсь. То есть вам дается уже альфабет, который установлен для каждого органа или для каждой ткани, и вы можете прекрасно пересчитать дозу и посмотреть радиобиологическую эквивалентную дозу при данном режиме фракционирования и примерно посмотреть, какие эффекты вас могут ожидать, и вы можете дать эту или иную дозу. Какие преимущества нам дают гиперфракционирование? Во-первых, снижаются затраты. Меньшей фракцией увеличивается пропускная способность пациентов. Безусловно, удобство. Вместо того, чтобы пациент ходил 6-7 недель на лучшую терапию, мы можем закончить лучшую терапию за 3 недели, смотря тоже, какую дозу мы будем давать. Можно при молочной железе гиперфракционировать, начиная с 2,5 до 3 грей и больше. Естественно, для этого все продолжается в доступе пациента, что войдет с затратами за проживание, за, так сказать, затраты на передвижение пациента и улучшение доступа к медицинской помощи. После того, как были изучены радиобиологические модели молочной железы, уже пошли на практики применения, работают ли эти модели при лечении раки молочной железы, то есть работают ли, не отличаются ли результаты от стандартного фракционирования. Это рандомизированные исследования, которые применили, которые опубликованы в журнале National Concern Institute в 11-м. Один из первых исследований, которые показали длительные результаты от применения гиперфракцинно-молочной железы versus применения нормального стандартного фракционирования. Здесь была группа достаточно большая. и они, вот вы посмотрите, сколько они получили и какое количество фракций получили, то есть гиперфракционирование versus нормального фракционирования. И вот здесь мы можем наблюдать, какие группы они включали. В основном это был локализованный рак, взяли локализованный рак молочной железы, в котором возраст также составлял, могут составить больше 50 лет и меньше 70 лет, и размер опухоли не превышал 2 см. Ну вот, и если мы сравним результаты 5-летнего локального рецидива или 5-летней выживаемости, результаты, в общем, от них достоверно не отличаются. Вот здесь, значит, токсичность, да, при гиперфракционировании стандартном облучении была практически одинаковым. Единственная поздная токсичность за 10 лет при гиперфракционировании она была немножко выше на кожу, чем при стандартном фракционировании. Так, следующая серия при гиперфракционировании молочной железы, которую все знаете, это исследование, значит, старт, да, но старту преследовал престарт, при котором отбор пациентов тоже включали, и они локальный рак, то есть не метастатически распространённый, это и 1Т2, и с химиотерапией, с тамоксифеном, значит, я не буду это читать, вы всё это видите, да, и среднее наблюдение составило 8,1 год. Вот, значит, дизайн британского исследования, вот, посмотрите, стандартное исследование versus гиперфракционирование. Они применили два режима гиперфракционирования на 3,3 грея и 3 грея, versus стандартного фракционирования на 2 грея на 50, вот, и очевидность, значит, можете посмотреть, то есть практически результаты статистически, то есть разница статистически недостоверна, это о чём говорит, что и в том, и в другом случае результаты были практически одинаковые, то есть при применении гиперфракционирования они не получили худшие результаты, а практически получили то же самое. Так, здесь тоже наше продолжение того же самого исследования, которое, посмотрите, три режима, да, 3 л а, 3 л б, потом уже пошло выделение другой группой, ну, вот, в этом 3 л а нормальное фракционирование 50 грей в 25 фракциях, было 39 грей за, 3 грей за фракцию и 32 грея за фракцию, вот, и при этом, при этом если на стартбе, локальный контроль, можете посмотреть, на этом слайде практически достоверного статического различия нету, вот, здесь то же самое в локале герленном контроле, значит, в различных режимах 50 грей, 40 грей, оно статистически недостоверно, вот, и поздная токсичность на основании, то есть на уровне кожи тоже статистически недостоверна. Так, здесь на этом слайде метаанализ всех субгрупп исследований Дестарта, вот, можете посмотреть, да, здесь немножко детально выставлены различные параметры, по которым они включали исследование, но самое главное, посмотрите результаты, то, что, в принципе, что они хотели всеми этими исследованиями доказать, что увеличивая дозу за фракцию, облучая молочную железу более короткий, строгий, она, строгий, она не хуже, чем применение стандартного фракционирования и облучения пациентов по 2 грея за 25 сессий. То есть, фактор времени, немножко вот в этом слайде поставила, на самом деле просчитано, что теряется 0,6 грей в день, если увеличится время лечения. И для лакарегенерного контроля рака молочной железы укороченное время лечения относительно более эффективное, да, если чем короткие сроки мы будем применять в лучшую терапию, то есть тем адекватнее будет лечение и, так сказать, можем получить достоверно хорошие результаты. Какие исследования продолжаются в настоящее время? Значит, старт, вы знаете, и, наверное, во многих институтах уже применяется такое фракционирование, да, которое применяли при старт, и они пошли дальше, да. В настоящее время вот есть исследование FAST, которое оно практически еще не закончено, но у них уже опубликованы ранее результаты, это у нас идет две группы теста versus нормальное фракционирование, вот посмотрите дозы, конечно, они, так сказать, немножко авантюрные, да, но вот исследование показало. Значит, дальше, после FAST идет forward, это пошли еще больше, да, подавая еще большую дозу, вот посмотрите, здесь, значит, контрольная группа, в котором они дают 40,05 грей на 15 фракций, 20,67 грей, это эти дозы взяли из исследования старт, и два тестированных групп, одна группа, в котором 27 грей за 5 фракций, 5,4 грея за фракцию, и также вторая тестированная группа, в котором 5,2 грея за фракцию. В общем, эти исследования проводятся сейчас, и, безусловно, несмотря на то, что опубликованы FAST, прелиминарные результаты, прежде чем опубликовать окончательные результаты и FAST или forward, для оценки, адекватной оценки позднотоксичности и эффективности проведения лучшей терапии в этих случаях, безусловно, нужно, чтобы прошло более 5 лет, да. Мы знаем, что в течение первых 5 лет, на самом деле, оценивать эффективность не совсем адекватно, потому что при ранных стадиях ракомолочной железы в течение 5 лет гормоноположительные пациенты получают также гормональное лечение, это является очень важным фактором. Сейчас, хотя гормональное лечение тоже продлевает до 7 лет, но когда уже снимается гормональное лечение, follow-up нужно довести до 10 лет, чтобы увидеть достоверность результата лечения, что работает, а что не работает. Что важно, при применении гипофракционирования осторожно органы риска, потому что если мы рассчитали токсичность при нормальной фракционировании 2 грея за фракцию, то что доза, какую должна получить легкое или сердце, да, желательно 20% объем легкого, чтобы получить меньше 20%, да, при гипофракционировании это не совсем так, потому что доза должна быть меньше, и это все должно быть пересчитано и проверено на основании радиобиологических моделей. Значит, в заключении, что мы можем сказать, что гипофракционирование молочной железы не ухудшает косметический результат, не ухудшает результаты лечения по сравнению с стандартным облучением, и абсолютно нет ограничений категории пациентов для применения гипофракционированных схем лучевой терапии. Спасибо, спасибо за хорошее сообщение.